Эротический роман от президента Франции. Кто стал лучшим актером всех времен и в каком следующем фильме снимется Леонардо Ди Каприо? Об этом и не только. Смотрите просто сейчас в нашем обзоре. Полтора миллиона долларов отдал Марк Уолберг на благотворительность. Именно столько составил 2 гонорар за участие в пересъемке фильма «Все деньги мира». Ленту пришлось переделывать из-за Кевина Спейси, которого в прошлом году обвинили в сексуальных домогательствах. Все сцены с его участием пересняли. А Уолберг после скандала решил пожертвовать полуторамиллионный гонорар фонду, созданному для защиты женщин от домогательств и дискриминации. Президент Франции Эммануэль Макрон в возрасте 16 лет написал эротический роман. Свое творение посвятил началу отношений с учительницей французского языка Бриджит Транье, которая впоследствии стала его женой. Об этом рассказала соседка Макрона, в то время зарабатывавшая наборами текстов. Именно ее Макрон попросил напечатать 300 страниц своей книги. По словам наборщицы, роман получился достаточно смелый и пикантный. Поступит ли он когда-нибудь в продажу, пока неизвестно. В Китае впервые в истории прошел чемпионат мира по гребле на льду. В необычном состязании при минус 25 приняли участие три сотни спортсменов из 23 стран мира. Участники на специальных лодках под названием «Ледяные драконы» пытались на перегонки пройти дистанции в 100 и 200 метров. Чемпионат продолжался три дня. Участники состязаний говорят, что победа в нем не самое главное. Тома Хэнкса назвали самым лучшим актером всех времен. По результатам голосования на портале Ranker звезда картин «Форест Гамм» в Филадельфии из постели рядового Райана получил более 22 тысяч голосов. На втором месте оказалась американская актриса Бет Дэвис, которая снялась в фильмах «Все про Еву» и «Смерть на Ниле». Замокает тройку лидеров Марлон Брандо «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня». Эрик Клэптон теряет слух. 70-летний британский рок-музыкант признался, что в последнее время ощущает шум в ушах, руки его не слушаются, а по телу нередко проходит дрожь, что в значительной степени затрудняет ему игру на гитаре. Несмотря на это, Клэптон не намерен отменять концерты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, запланированный на март. И надеется, что поклонники его поддержат, несмотря на недостаточно хорошую физическую форму. Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Квентина Тарантино. В последний раз Тарантино и Ди Каприо работали вместе во время съемок картины «Джанго». По данным издания «Варайти», действие нового фильма происходит в 1969 году и расскажет о секте Чарльза Мэнсона. Ди Каприо достанется роль безработного актера. Кто сыграет самого Мэнсона, неизвестно. Пока ведутся переговоры с Томом Крузом и Аль Пачино.